Китайская тадзи, индийская йога и вьетнамская отчаянная церемония. Китайская тадзи, индийская йога и вьетнамская отчаянная церемония. Студенты демонстрируют навыки йоги на Международном дне йоги 2018. Фото, Синьхуа Пэн Пэгэнь, Чуи, Сюань лица все статьи автора. Из номера 033 за 17 мая 2019 год опубликована полночь 59 17 мая 2019 год. Версия для печати отправить по почте. Азиатские цивилизации объединяются на конференции в Китае. Приехавший из Индии я тендра Дата Моли дает наставление китайским студентам на занятиях йоги, однако после занятий он сам становится студентом. Тренера по йоге Амоли, работающего в рамках программы по культурному обмену между Китаем и Индией, интересует древнее китайское боевое искусство Тайдзи, и он часто стремится получить информацию о нем у своих китайских студентов и друзей. Такое взаимное проникновение культур может получить новый импульс в рамках конференции по диалогу между цивилизациями Азии. КТАК, которая состоится в Пекине 15-22 мая текущего года. Ее мероприятие сфокусируется на культурном многообразии, культурных обменах и взаимном обучении между цивилизациями. Разноцветный карнавал. Но Азию приходится 30% общей поверхности суши в мире, и здесь проживает 59% населения планеты. В этой части света зародились такие древние цивилизации, как Китай, Индия и Месопотамия. Сегодня Азия превратилась в формирующийся двигатель, который содействует росту мировой экономики. Согласно данным МВФ, вклад азиатских стран в мировой ВВП в 2018 году составил треть. Азиатские цивилизации показали, что они принадлежат к устойчивым, стабильным и жизнерадостным цивилизациям, сказал в комментарии профессор Пекинского университета иностранных языков Дэвид Бартош. В течение одной недели работы, КДАК соберет вместе молодежь, академиков и правительственных чиновников из 47 стран Азии и других континентов, а также членов международных организаций. В разделе фотографии официального сайта, КДАК, цивилизации Азии представлены в диапазоне от объектов всемирного наследия, в том числе и храмы Ангкорват и Таджимахал, до арабских танцев. Главная тема конференции обмена между цивилизациями – взаимное обучение и сообщество единой судьбы. На ней соберутся специалисты, чтобы в ходе шести платформов решить проблемы регионального и глобального значения. При этом молодые деятели искусств, любители кинематографа и гурманы могут насладиться программой грандиозного карнавала азиатской культуры, который будет проходить на полях. В ходе семидневного мероприятия будут продемонстрированы различные азиатские страны и культуры. Мощный диалог для шансов взяла студента и волонтера. Это большой шанс для общения между молодыми людьми наряду с возможностью принять участие в гастрономических и кинематографических мероприятиях, которые нельзя пропустить. «Если молодые люди, как мы, могут узнать другие культуры лучше и научиться чему-нибудь из них как можно раньше в своей жизни, то тогда мы сможем сформировать собственный способ мышления, который принесет положительные результаты в будущем», – сказал Шант Зилай. Он уже готов к своей работе волонтера на конференции. И как изучающий иностранный язык студент надеется, что его навыки перевода помогут облегчить понимание культуры иностранных государств. В рамках «КДАК» будут организованы шесть панельных дискуссий, на которых будут обсуждать всеуправление, разнообразие культур, культурный туризм, сохранение культуры и обязанностей молодежи, а также глобальное влияние азиатских цивилизаций и взаимное обучение между цивилизациями. По мнению гостя конференции, директора Мьянманского центра стратегических и международных исследований Какахлаинг, диалог может помочь взаимопониманию и обмену знаниями между азиатскими цивилизациями. «Таким образом, это поможет решить различные проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня из-за недопонимания и неверных знаний друг о друге», – добавил он. В древние времена Великий Шелковый Путь содействовал развитию азиатских цивилизаций не только поставками товаров и сырья, но и распространением новых идей, технологий, культурных элементов и верований. Хлаинг отметил, что благодаря дискуссиям в рамках сдач можно достичь будущей кооперации между разными цивилизациями и сообществами. Активные обмены Фань Тхингок Хань, приехавшая из Вьетнама в Пекин студентка по обмену, сказала, что в ходе проведения конференции сдача у нас сосредоточится на вопросах, связанных с обменами в области образования. За последние несколько лет культурный обмен между Китаем и азиатскими странами стали распространенным явлением. В 2015 году первый китайско-эндийский колледж йоги был основан в Юйнаньском университете национальных меньшинств в Куньмине, административном центре провинции Юйнань на юго-западе Китая. В 2017 году в общей сложности 18 тысяч зарубежных студентов приехали учиться в Юйнань, пограничную провинцию на юго-западе Китая, являющуюся окном в юго-восточную Южную Азию. Телешоу Китая также ищут новую аудиторию в азиатских странах. С 2015 по 2018 год телевизионная станция ограничащегось Вьетнамом Гуан-Сичжуанского автономного района перевела и продублировала более 130 китайских телесериалов, 196 документальных серий и 104 анимационных китайских шоу. Китай и Вьетнам имеют схожие культуры. Многие социальные проблемы, освещенные в китайских телесериалах, нашли отклик у вьетнамских зрителей, сказала исследователь Вьетнамской академии общественных наук Функт Хи Хюэ. Студентка по обмену Фань Тхин Гок Хань также поддерживает мысль о сходстве культур, ссылаясь на этническую одежду и чайную культуру обеих стран. Мы, азиатские страны, должны быть близкими друзьями, сказала Фань Тхин Гок Хань. Друзья должны больше взаимодействовать для укрепления связей. Субтитры создавал DimaTorzok